Где мы оказались? В тропиках, в субтропиках, можно сказать, по растениям? Конечно. Здесь у нас субтропические, тропические растения, экзотические, то есть все. 126 видов растений. Это не только здесь, это вообще на Ямбурге у нас. Родина этих растений находится далеко от Заполярья, а чувствуют они себя здесь замечательно. Но ведь работники «Газпромдобычи Ямбург» приехали осваивать ямбургское месторождение из самых разных уголков страны, в том числе и южных. Ничего, привыкли. И к полярной ночи, и к сильным морозам. Было такое, что хотели здесь развести какое-то растение, но не прижилось и все? Ну, знаете, вот поначалу у нас не приживалась бугенвилия. Это вот у нас цветет она сейчас. Родина обитания Бразилия. Пока мы поняли, что ей нужно тепло, нижний подогрев. Вот это было вначале, а сейчас уже все хорошо. Если обильный свет, она может цвести несколько раз за год. Когда 19 лет назад Татьяна Альбертовна устроилась работать садовником в Ямбурге, она даже названия экзотических растений не знала. Пришлось осваивать не только латинские наименования, но и как ухаживать, пересаживать, размножать. Я вообще вначале думала, что я еду выращивать огурцы и помидоры. Вот как мне сказали, пошутили. Поедешь, я думаю, ну и хорошо, надо же на севере огурцы и помидоры. В каждой шутке, как известно, есть доля правды. И поначалу, когда участка зеленого хозяйства еще не было, а зимний сад в КСК уже был, здесь пробовали сажать картошку и свеклу. Фотографии времен огорода нет, есть более поздние снимки. Это оранжерея образца 1996 года, а вот так она выглядит сегодня. А есть растения, которые здесь с самого основания? Да, есть. Самое старое растение с основания, наверное, нашего зимнего сада – это лировидный фикус. Почему лировидный? Листья у него по форме немножко напоминают лиру. В естественной среде он растет до 15-20 метров. Здесь, значит, в условиях закрытого грунта 3-2. Но у нас, видимо, ему очень хорошо. Он у нас почти как в естественной среде. Не обошлось без любви и заботы. Все прямо как у людей. Я им пела песни, работала на четвертом модуле. И общались, разговаривали. Да и сейчас подходим так. Что-то ты у меня плохо выглядишь. Ну-ка давай посмотрим, что там у тебя. Может быть в земле, может листья. Как с живыми? Они это чувствуют. Растения тоже любят к себе хороший уход, отношения хорошие, добрые. Ласковые руки. Так же, как и люди, растения имеют обыкновение рождаться, размножаться и болеть. Ямбургские садовники и зеленые доктора, и воспитатели в одном лице. Мы с вами находимся в комнате садовника. Здесь мы занимаемся посадкой, выведением новых видов цветов. Так же лечим здесь цветы от болезней. Допустим, сюда у нас свозятся цветы с объектов в таком не очень состоянии. А здесь мы их лечим. Работники участка зеленого хозяйства настолько приноровились, что научились выводить даже самые капризные виды, которые не очень хорошо приживаются в неволе. А цветут часто? Да, как бы достаточно света, и искусственный, и естественный свет. И они, да, у них обильное цветение. Вот и писцы зацветают. А вот этот цветет белая лантана. На мяту чем-то похоже, даже запах схожий с мятой. По образованию Зинаида – ландшафтный дизайнер. Полёта для творчества и фантазии на территории вахтового посёлка в сложных климатических условиях немного. Поэтому большую часть года, гармонию, красоту она создаёт и поддерживает внутри закреплённых за ней объектов. Пройдёт какое-то время, и из-под снега начнёт проглядывать зелёная травка. Это тоже плоды стараний ямбургских садоводов и агрономов. Над внешним озеленением вахтового посёлка специалисты задумались ещё задолго до появления участка зелёного хозяйства. Должность агронома в штате ремонтно-эксплуатационного управления, ныне ОИВП, появилась в середине 90-х, а первые газоны – ближе к 2000-м. Где-то начиная с 1998 года предприятием ямбург газодобыча совместно с сельскохозяйственной академией города Тюмень были попытки изучения вопроса о рекультивации нарушенных земель и озеленения прилегающих территорий к административным комплексам и жилым общежитиям. После опытных испытаний были разработаны агротехнические мероприятия по выращиванию газонов на территории ямбургского месторождения, что потом успешно применили на заполярном месторождении в городе Новорингой. Научный подход был применён и для разбивки в Ямбурге небольших парков и скверов. Казалось бы, что такого – взять и пересадить северное дерево с одного места в другое. Вот только без проведения специальных мероприятий расти здесь оно не будет. В 2003 году, опять же, совместно с Тюменской сельскохозяйственной академией, был разработан проект парка имени Александра Маргулова. В поймах рек почему растут растения хорошо? Потому что там дренаж хороший, отвод воды, и прогрев в летний период тоже большой. Соответственно, на этих принципах был и построен парк. Сделали отвод воды, соответственно, выбрали такую территорию, которая прогревается наиболее успешно. Создали оптимальные условия, и теперь можно радоваться, как растут деревья. Садовода Оксану во время первых путешествий за границу очень удивило. То, что мы здесь пытаемся с таким трудом выращивать в домашних условиях, там просто растет на улице, как сорняк. Теперь из каждой поездки в качестве сувенира она привозит черенки и семена экзотических растений. Я, кстати, честно не ворую. Здесь ломают очень сильно варвары, хотя по холлам у меня, вот холлы где есть цветов очень много, а прям таблички, обращайтесь к садовникам, номера телефонов, все есть. Ну, видно, это поверье все-таки действует на людей, что надо воровать, а не брать, просить, покупать. Практически с каждым цветком на втором жилом модуле у Оксаны связана какая-нибудь история. А их здесь, к слову, около трех тысяч. Это агава, завезенная в 2010 году с Парижа. Детеныши были спасены, просто валялись на улице. Кофе, привезенные семена с оранжереи города Надыма. Это туя, на несколько лет старше моей работы в участке. Маленькая мне досталась, и вот я все годы с 2004 года ее выращиваю. Вот этот вот уникальный цветок сейчас будет летом, у него листы будут вот такие. Только солнышко припечет, и он цветет, как гортензия. Многие знают гортензию, такими шапочками шикарными цветет. Тоже привезенный с Чебоксар. Познакомилась чисто случайно с женщиной по интернету, и мы теперь меняемся черенками с ней. А, еще из интересных растений имбирь. Он сейчас не особо красивый вид имеет, летом, конечно, он и весной прям такой становится шарик. Это настоящий самый имбирь, посаженный когда-то. Какой мы его покупаем. Да, когда-то посаженный с корешка, и вот он такой кустик пошел, и достаточно выносливый, и гранат. Наша гордость. Буквально вчера читала информацию, что они не плодоносят вообще в помещениях. Если будет цвести, это уже ваше счастье. Цветет постоянно, практически круглый год. Это у нас финиковая пальма, выращенная с косточки. Ей 14 лет. И нечаянно сюда попал один из этих усиков. Ну, вот такая вот, получается, розеточка упала и прижилась. Случайно родившиеся композиции и специально составленные очень любят заказывать для офисов. Садовники с удовольствием делятся и обмениваются растениями с работниками предприятия, снабжают землей. Рук на все объекты месторождения не хватает, да и удаленность большая. Поэтому на газовых промыслах за зелеными питомцами, как правило, ухаживают садоводы-любители. Но профессионалы всегда готовы прийти им на помощь. Особенно в обслуживании аквариумов. Их в ведении участка зеленого хозяйства около 50. В самой разной емкости – от 15 до 500 литров. Фауна в Ямбурге, в отличие от флоры, большим разнообразием не отличается. Основной видовой состав у нас представлен цихлидовыми рыбами. Они отличаются неприхотливостью по содержанию, по кормлению. Потому что частенько у нас химический состав и воды не такой благоприятный, как для других видов рыб. Также, соответственно, выращиваем рыб других пород, которые более-менее выдерживают экстремальные условия обитания. Именно экстремальные условия послужили когда-то предпосылкой для создания зеленых оазисов за полярным кругом. Ведь зеленые растения – не только легкие планеты, но и прекрасные средства для терапии зеленым цветом. Эмоциональное состояние вахтовика очень важно, думаю, для каждого предприятия в целом. Он даже сказывается и на общую атмосферу в коллективе. И оторванность от дома человека на долгое время, соответственно, помогает наша обстановка, которую мы создаем, помогает как-то сгладить эти все острые углы. Ну и, соответственно, человеку легче становится, когда он идет по поселку и слышит запах скошенной травы. Психологически это очень влияет на его жизнь.